Три четверти века назад произошло памятное событие, которое будет навсегда вписано золотыми буквами в книгу истории нашего города. 23 марта 1943 года доблестная Красная Армия освободила станицу Славянскую от безжалостных оккупантов, которые принесли много горя и страданий славянцам. И какой же сильной была радость, с которой жители районного центра встречали своих освободителей. Немецкие захватчики рассчитывали закрепиться на Кубани надолго, чтобы эксплуатировать ее огромные природные богатства и сполна использовать очень выгодное стратегическое положение. Поэтому они с невероятным, хотя явно обреченным на неудачу упорством сопротивлялись наступлению советских войск. Немцы организовали серьезные рубежи обороны на берегу протоки, надеясь не допустить форсирования реки. Но они просчитались. Наши солдаты и офицеры, используя для переправы лодки, плоты и все возможные средства, смогли преодолеть водную преграду. Уже в 9 часов утра 23 марта 1943 года станица Славянская была очищена от гитлеровцев. На месте переправы установлен памятный знак. Здесь и прошел митинг, посвященный юбилейной дате. 75 лет назад ранним утром станицу освободили от непрошенных гостей. Славянцы не сдались. Оккупация станицы длилась несколько месяцев. С 11 августа 1942 года по 23 марта 1943 года. Источники военных архивов сохранили для нас картину исторических боевых действий, факты настоящего героизма воинов-освободителей, мужества местного населения. Память о подвиге солдатов-освободителей живет в юных сердцах. Взволнованно звучат стихи о Великой Отечественной. Пылает днем и ночью пламя, и озаряет шар земной. Не утихает наша память о тех, кто был убит войной. Знаем мы всех героев бесстрашных, преклоняем колено перед памятью павших, и ложатся цветы на гранитные плиты. Да, никто не забыт, и ничто не забыто. После минуты молчания, которые почтили память павших героев, возлагаются венки и живые цветы к подножию памятника. Затем славянцы направились к берегу протоки, которая была холодной и свинцовой, как и 75 лет назад. В ознаменовании беспримерной доблести всех, кто участвовал в легендарной переправе, на воду реки возлагается траурный венок. Он, покачиваясь, быстро плывет вниз по течению, и люди на берегу провожают его взглядом, как будто прощаясь с ним навсегда. Празднование освобождения продолжилось в городском доме культуры, где состоялся торжественный концерт. Славянцев поздравил глава Славянского района Роман Синеговский. И мы никогда не забудем, что долгожданные миры благополучия на славянской земле наступили благодаря великому мужеству и подвигу ее освободителей. Сегодня наши дорогие ветераны присутствуют в этом зале. Низкий вам поклон. Мы благодарим вас за освобождение, за победу, за счастливую жизнь наших детей и чистое небо над головой. Эти слова благодарности произносят наши сердца, наполненные уважением и любовью. Крепкого вам здоровья, дорогие ветераны, долгих лет жизни. Всем запомнилось, как председатель Совета ветеранов Красноармейского района передал знамя освобождения Кубани, которое провозится по всему краю, и Книгу славных дел председателю Славянской районной общественной организации ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов. Ветераны Великой Отечественной войны были в центре внимания. Им говорили самые теплые слова. Для них лучшие творческие коллективы демонстрировали свое искусство. Праздник получился теплым и очень трогательным. Всех желающих после концерта угостили вкусной гречневой кашей и горячим чаем. Вы видите, как народ радуется, все радуются, как будто бы это было вчера, все помнят, знают. Вы знаете, точно праздник со слезами на глазах, это уж точно. Ну, я, конечно, много чего знаю с рассказов родителей, с рассказов мамы. Ну, все говорят, вот еще маленькое было. Но что-то все равно помню, как провожали наших солдат, как встречали. Сколько бы лет ни прошло, этот святой для всех славянцев день все равно будет отмечаться. Мы не вправе забыть, какой ценой было завоевано наше счастье. Они до сей поры с времен Титани Летят и падают нам голоса Андрей Вишневский, Александр Косицын, программа «События».